Синодального периода Библии Вначале сотворил Бог небо и землю Здесь прежде всего уместен вопрос о том Для чего излагает нам это блаженный пророк Живший спустя много поколений после события Не без причины и не без цели Вначале Бог, создавший человека, сам беседовал с людьми Сколько люди могли слышать его Так он приходил к Адаму Так обличал Каина Так беседовал с Ноем Так посещал Авраама Когда же весь род человеческий впал в великое нечестие И тогда совершенно не отвратился создателец всего рода человеческого Но так как люди сделали с недостойными беседы с ним То желая возобновить общение с ними Посылает к людям, как будто к находящимся вдали Писания Чтобы привлечь к себе весь род человеческий Это Писание послал Бог А принес Моисей О чем же говорит Писание? Вначале сотворил Бог небо и землю Бытие один-один Усматривай, возлюбленный И в этом особенное превосходство этого чудного пророка Все другие пророки говорили или о том, что имело быть спустя долгое время Или о том, чему надлежало случиться тогда же А он, блаженный, живший спустя уже много поколений После сотворения мира Удостоился водительством Вышней Десницы Изречь то, что сотворено Господом всего еще до его рождения Поэтому он и начал говорить так Вначале сотворил Бог небо и землю Как бы взывая ко всем нам громким голосом Не по научению людей говорю это Кто призвал эти небо и землю из небытия в бытие Тот подвиг и мой язык к повествованию об них Итак, прошу вас Будем внимать этим словам Так как будто бы мы слушали не Моисея Но самого Господа Вселенной Говорящего устами Моисея И распростимся надолго собственными рассуждениями Премудрость 9.14 Помышления смертных не тверды И мысли наши ошибочны С великую благодарностью Будем принимать сказанное Моисеем Не выступая из своих границ И не испытуя того, что выше нас Как поступили враги истины Которые захотели все постигнуть своим умом Не подумав, что природа человеческая Не может постигнуть творение Божие И что говорю творение Божие Мы не можем даже постигнуть искусство И подобного нам человека В самом деле скажи мне Как плавильным искусством составляется естество золота Или как из песка добывается чистота стекла Ты не можешь этого сказать А если невозможно постигнуть того Что лежит перед глазами И что по человеколюбию Божию Производит мудрость человеческая То как ты человек Постигнешь созданное Богом Земля же, говорит, была безвидна и пуста Почему, скажи мне, Бог Небо произвел светлым и совершенным А землю безобразную И это сделал он не напрасно Но для того, чтобы ты, познав его творчество В лучшей части творения Оставил прочие недоумения И не думал, будто это произошло От недостатка могущества Кроме того Он создал землю безобразную И по другой причине Так как она есть наша и кормилица И мать От нее мы и произошли И питаемся Она для нас и отчизна И общий гроб В нее мы опять возвращаемся И через нее получаем бесчисленные блага Того, чтобы люди За полезное и необходимое Не стали почитать ее сверхнадлежащего Показывает тебе ее наперед Безобразную и неустроенную Так, чтобы получаемое от земли Благодеяние Ты приписывал не природе земли Но тому, кто привел ее Из небытия в бытие Потому и говорит Земля же была безвидна и пуста Может быть мы слишком скоро и рано Привели ваш ум в напряженное состояние Отвеченными рассуждениями Поэтому считаем нужным Остановить на этом слово Просян вашу любовь Запомнить сказанное Да и всегда иметь это в свежей памяти А как выйдете отсюда То вместе с чувственную трапезу Предлагайте и духовную трапезу Муж пусть передает нечто из сказанного здесь А жена пусть слушает Дети пусть поучаются Да и слуги пусть получают урок И таким образом дом пусть будет церковью Чтобы убежал оттуда дьявол И скрылся этот лукавый демон И враг нашего спасения Почевала же бы там благодать Святаго Духа В совершенном мире единодушия Ограждали живущих Помня сказанное прежде Вы с большую готовностью Станете принимать и то Что будет после предлагаемо И мы также с большим усердием И обилием будем излагать то Что подаст божественная благодать Когда увидим, что посеянное произрастает Так и земледелец Когда увидит, что семена произрастают Тогда с великим усердием Смотрит за нивами И с охотой принимается засевать И другие места И так, чтобы возбудить в нас Больше усердия Покажите точное сохранение Уже сказанного И с истинными догматами Соедините великое попечение о жизни Тогда светит свет ваш пред людьми Тогда светит свет ваш пред людьми Чтобы они видели ваши добрые дела И прославляли Отца вашего небесного Пусть жизнь соответствует догматам И догматы будут глашатаями жизни Вера без дел мертва Яков 2.26 И дела без веры мертвы Если мы содержим здравые догматы Но не родим о жизни Нам не будет никакой пользы От догматов И опять Если мы заботимся о жизни Но хромаем в догматах И в этом случае Также не будет пользы Поэтому необходимо Чтобы наш духовный дом Был прочен С обеих сторон Матфея 7.24 Итак, всякого, кто слушает Слова Моисея И исполняет их Уподоблю мужу благоразумному Видишь, как он желает Чтобы мы не только слушали Но и исполняли И показывали делами то, что слушаем Называя мудрым того, кто поступает сообразно со словами А глупым того, кто не идет далее слов И так справедливо Потому что последний, говорит Господь Матфея 7.26.27 Построил дом свой на песке Отчего она Отчего она, хромина Не могла вынести напора ветров Но тотчас упала Таковы души беспечные Не утвердившиеся на духовном камне В словах Господа Речь не о постройке и доме Но о душах, которые приходят в колебании От малого искушения Под именем ветра, дождя и рек Господь показал действия на нас искушений Человек твердый, бодрый и трезвенный От этого еще более укрепляется И чем более умножаются скорби Тем более возрастает его мужество А нерадивый и беспечный Лишь подует на него легкий ветерок искушения Тотчас колеблется и падает Не от свойства искушений Но от слабости своей воли Поэтому нужно трезвиться Бодрствовать И быть готовыми ко всему Чтобы и в счастье быть нам сдержанными И в скорбях не унывать А сохранять великое благоразумие Непрестанно воссылая благодарность Человеколюбивому Богу Если мы так будем устроить нашу жизнь То получим великую благодать свыше И будем в состоянии настоящую жизнь Проводить в безопасности И в будущей жизни Приготовить к себе великое дерзновение Коего да достигнем все мы По благодати и человеколюбию Господа нашего и Иисуса Христа С которым Отцу со Святым Духом Слава, держава, честь Ныне и пресно И во веки веков Аминь Аминь Ух-хм-хм.